Это программа День с толком. В студии Елена Кузовкина. Здравствуйте. В начале некоторые темы этого выпуска. Из Перми в Барнаул на субсидированных авиарейсах. Можно ли будет экономить на билетах и кто за все это заплатит? Конфликт продолжается. А что еще не могут поделить представители ТСЖ и Байкбара? Что с квартирой? Стала известна ближайшая судьба помещения, в котором проживали сгнивающие заживо супруги басистые. Но в начале, несмотря на рост заболеваемости коронавирусом в России, в Алтайском крае продолжают смягчать ковидные ограничения. На время эпидемиологического благополучия именно так оценивают нашу обстановку. Отменяют дезинфекцию помещений общего пользования в многоквартирных домах, обработку помещений авто и железнодорожных вокзалов, а также внутригородского и междугороднего транспорта. Правда, и в период эпид-благополучия все организации должны соблюдать требования по профилактике ковид-19. Ну а теперь к теме авиаперевозок. 31 июля стартует полетная программа из Перми в Барнаул. Для краевой столицы это направление новое, но самое главное – рейс будет субсидированным. Моя коллега Ирина Корчагина расскажет, какие еще субсидированные рейсы действуют в нашем регионе, можно ли будет экономить на билетах и кто за все это заплатит. Пермь-Барнаул. Новый субсидированный рейс стартует уже 31 июля. Стоимость билета на человека в одну сторону составит 2843 рубля. Сегодня в Алтайском крае всего действуют 4 субсидированных рейса – Екатеринбург, Казань, Новосибирск и Красноярск. Самое популярное направление из Барнаула – Новосибирск. Столица Сибири служит еще и стыковочным рейсом, открывающим для нас Хабаровск, Владивосток и не только. А вот самый первый субсидированный рейс из Барнаула появился еще 7 лет назад – в Томск. Казань, Екатеринбург, наши сибирские города – Омск, Новосибирск, Красноярск. Нужно связать авиаперелетами. Пожалуйста, государство говорит 92,5 миллиона рублей на эти цели. Такое количество субсидированных авиарейсов и более 900. Берите, осуществляйте перевозки, делайте дешевле билеты. Мы вам компенсируем эту разницу. Вместе с этим более доступны вот эти путешествия для жителей наших регионов. Порядок субсидирования следующий. Сначала регионы договариваются о софинансировании, открывают рейс. Авиакомпания, получив гарантии о том, что в бюджете предусмотрены средства, защищает в Росавиации расписание и получает субсидии из федерального бюджета. А вот пассажир получает фиксированную стоимость авиабилета. Это налаживание таких экономических связей, доступность перелетов межрегиональных. В этом году, дополнительно с августа, начнется еще субсидируемый рейс на Омск. Порядка 65 тысяч пассажиров пользуются этими услугами ежегодно. Сумма на этот год предусмотрена 100 миллионов рублей. И в наш край прилетают, особенно летом. Мы пользуемся тем, что есть возможность доступного транспортного сообщения. Еще раз, 65-70 тысяч жителей Алтайского края ежегодно пользуются субсидированными рейсами. Не меньшее количество пассажиров едет и к нам. Центральная Россия активно сюда путешествует, вообще в Сибирь, в том числе и в Алтайский край. Мы интересны Казани, мы интересны Уралу в том числе. Мы сегодня богаты на впечатления, и Алтайский край действительно интересен путешественникам, потому что может предложить, ну, практически, не знаю, там, вот, начиная от гастрономического туризма, заканчивая медицинским на любой вкус. Специалисты заявляют, что субсидированные рейсы могут не только сделать путешествия доступнее, но и, что важно, поддержать авиакомпании в условиях санкций. Ирина Корчагина, Алексей Фризин. День с толком. Пока пчеловоды и фермеры не могут найти общий язык, насекомые вновь могут пострадать. Речь идет о болтайском селе Романово, где местные аграрии экстренно собираются обрабатывать ядохимикатами поля подсолнечника, на которые налетел вредитель. Все бы ничего, но на этих полях находятся опылители, сотни пчелосемей. Напомним, на прошлой неделе от ядохимикатов пострадали 2500 пчелосемей. Это самый масштабный мор пчел в Алтайском крае за последние годы. Между тем, председатель Союза пчеловодов Алтайского края Сергей Тастан сейчас и говорит о положительном примере, осознанном отказе некоторых фермеров от ядохимикатов в пользу биопрепаратов. Практически на 30% ежегодно идет увеличение применения биопрепаратов. Люди начали понимать, потому что если не убили биоту в почве, ядохимикатом, и почва не мертвая, а живая, значит биота в почве, она сама производит удобрения, микроэлементы. Значит, меньше надо вносить удобрений. Причем, вопреки устоявшемуся стереотипу, от применения безвредных препаратов выигрывают не только пчеловоды, но и сами аграрии. В конечном счете урожайность повышается, а сама продукция становится более экологичной. Конфликт вокруг одного из популярных баров Барнаула и ТСЖ продолжается. Если недавно там демонтировали визитную карточку, огромный байк на днях культовое заведение чуть не лишилось еще одного объекта поменьше. Анна Рашагирова с подробностями. Едва утих конфликт о пропавшем байке, как разгорелся новый. В сети пошел слух, что демонтируют байк и у входа в заведение. Однако новость оказалась фейком. Посетители ликуют. Хотя бы один арт-объект, это уже очень приятно. Потому что вывеска, какая здесь вывеска останется, потом скажут убрать вывеску. Убрали огромный байк по решению ТСЖ. Дом участвует в программе благоустройства. А теперь ТСЖ планирует убрать тротуарную плитку. Ее в свое время уложили за счет бара. Сейчас в управлении дома решили закатать здесь асфальт. Председатель ТСЖ Александр Лукин объясняет, что это избавит участок от луж. Уровень нашей отмостки и уровень асфальта должен сейчас совпасть. То есть текущее положение вот этой придомовой территории должен быть одинаковым. Но не по душе это директору заведения. По его словам, в других городах, наоборот, отказываются от асфальта из-за его непрочности. Мне вот здесь асфальт не нужен, я вам честно говорю. Для чего мне нужен здесь асфальт? Вот завтра провалится этот асфальт или еще что-то. Я вызову сюда двух строителей, подниму эту плитку тротуарную, подсыплю, выровняю и постелю ее назад. Это будет ровно, эстетично и красиво. Конфликт обратил на себя внимание администрации района. Она намерена найти золотую середину в противостоянии сторон. Как раз таки сейчас мы ее уже и нашли. Что частично собственники забирают плитку, которую они укладывали в границах своей территории. Ну а соответственно остальную часть будет демонтирована. Администрация добавляет, что содействует реализации нацпроекта и в скором будущем у дома появятся зеленые насаждения и лавочки. В общем все для жителей, которые, впрочем, сами придерживаются разных сторон. Идешь здесь, как понятно, мотоциклы, как все достопримечательства, все люди идут и ребятишки радуются. И вот эти мотоциклы приезжают, разные марки, все. Я чужой человек совершенно, но мне нравится. А это что это такое? Здесь будет еще лучше. Сомневаюсь. Ну не сомневайтесь. Мало зелени на красноармейском. Красноармейские называют джунглями каменными, потому что постепенно тут вытравили, всю застройка вытравила зелень. У нас вот два несчастных тополя, а по плану тут достаточно большой сквер, который, кстати, мы из своих средств будем засаживать. Тем не менее, благоустройство территории продолжается. Будет ли оно дальше скандальным? Анна Рашегирова, Александр Андропов. День с толком. Варнаульскую квартиру, в которой едва не сгнились заживо пенсионеры, будут сдавать в аренду. Речь идет о семье, о которой мы рассказывали зимой. Последние несколько лет Валентина и Виктор уже не могли ухаживать за собой. У обоих супругов были серьезные проблемы со здоровьем. В итоге их квартира превратилась в рассадник. Жители подъезда говорят, что неоднократно обращались в соцзащиту. В итоге, когда на семью все-таки обратили внимание, Валентину и Виктора госпитализировали. Однако, как нам стало известно, в марте супруги скончались в больнице. Известно, что у них был сын, но он сам находится в Первомайском психоневрологическом интернате. И, как нам стало известно из ответа городского комитета ЖКХ, теперь квартира поступила в распоряжение интерната. Сообщается, что представители учреждения планируют сдавать квартиру в аренду, чтобы погашать долг за коммунальные услуги данного помещения. Эти денежные средства вообще-то принадлежат собственнику. А уже то, что такое заведение помогает распоряжаться этим имуществом и движимым, и недвижимым, и денежными средствами, это только лишь помощь. И она в любом случае должна, все эти действия должны осуществляться в первую очередь в интересах опекаемого лица. А вот здесь вот уже такой тонкий момент, чтобы злоупотребления не было, нужен надзор. В ближайшее время мы планируем обратиться в Первомайский психоневрологический интернат, чтобы узнать, какая задолженность образовалась у семьи и куда деньги от аренды будут поступать далее, когда задолженность будет погашена. На встречу мечте юные курсанты военно-патриотического клуба «Маргеловец» из Заринска впервые прыгнули с парашютом. Клуб растит патриотов с 2015-го. За два года обучения ребята получают основные навыки для службы в армии, учатся дисциплине, жить и общаться в коллективе. Прыжки с парашютом – один из важных этапов. Мы как готовились и настраивались об эмоциях после приземления в нашем материале. В форме на одежда, голубые береты, фразы – есть и так точно. Этих мальчишек приучают к военной службе с 14 лет. Сегодня они в ожидании своей мечты. Прыжка с парашютом для кого-то уже не впервые, но инструктаж обязателен. Причем важна каждая деталь. У этого купола крупной формы, у 30-го форма патисона двойная, рыжая такая. Больше двух часов отводится на закрепление уже имеющихся у ребят знаний. И то, как покидать самолет в момент прыжка – одно из важных. 525-526, осмотр купола. С детства у меня мания к военному делу. Нравится мне это. Я планирую поставить в военный вуз и отучиться там 5 лет, получить звание и дальше по распределению. За все время существования клуба здесь обучились 60 ребят. Многие связали свою жизнь с армией. Они говорят, да, нам легче по сравнению с теми, с гражданскими. Мы знаем, что такое островое шаг. Куда пойти? Потому что мы смотрим, которые наши завистики приходят, они не знают, в какой стране подойти к автомату, не знают команды военной. А кто-то, по словам родителей маргеловцев, просто сильно изменился. Стал более дисциплинированным, исправил двойки и перестал проводить все время в телефоне. Он у меня вообще не пунктуальный. А там нет, все вовремя. Ходил пунктуально. То есть у нас собрания были на собраниях, его хвалили. Я всегда говорила, это не мой ребенок, это не мой сын, то есть это не о нем говорят. Я подходила потом к руководителям, говорю, вы точно про Зацепина говорите. Ну да, то есть все поменялось. Чтобы прыгнуть с парашютом, сын Инны даже пытался скрыть небольшое оперативное вмешательство. А другой воспитанник приехал на летное поле, предполагая, что ему откажут, ведь парню еще не исполнилось 14. Почему ты поехал, но знаешь, что тебе 13? Ну, поддержать своих ребят, которые тут находятся. Ну, или мечтал очень прыгнуть с парашюта. Ну, прыгнуть с парашюта я тоже хочу. Забегая вперед, скажу, что прыгнуть у Александра получилось. Ему пошли навстречу, ведь 14 парня уже 1 августа. Среди патриотов и любителей военной выправки и формы мы нашли и блондинку, мечтающую стать кинологом. Не страшно тебе вот спрыгать с парашютом? Страшно. Всем страшно. Но надо. Больше трех часов позади, впереди самолет, небо и полет, которого долго ждали. Что самое главное вот перед прыжком по-вашему? Перед прыжком, ну, себя. Себя взбодрить, настроить на прыжок и все. И быть спокойным. Вы сколько раз прыгали? Ну, больше трех с половиной тысяч. Чтобы прыгнуть с парашютом, все должно сложиться. И настрой, и умение, и погода не должна помешать. А еще прыжки обходятся отнюдь недешево. Если раньше финансирование ложилось на плечи родителей, сейчас ситуация поменялась. Ну, мы узнали, что Александр Сергеевич Прокопьев, фонд его разыгрывает грант. И мы попробовали войти в этот грант, получас в этот грант. И нам, считайте, повезло. Мы выиграли грант, выделили средства. Большое спасибо. А еще прыгать можно, если эта конструкция низка от земли. Значит, ветер небольшой. Первые пошли. И вроде бы на земле все отработали, но коррективы инструкторам приходится вносить. Ноги вместе! Отпускай! Ноги вместе! Вот так! Очень понравилось. Прыгнул бы еще раз. За первый полет ничего не понял. И все-таки ребята немного заставили поволноваться инструкторов и родителей. Причем те, кто прыгал, не впервые. Ветром пару парашютистов несло в лес. Благо, обошлось. Где-то, когда я был уже над самим вот этим аэродромом, уже понял, что ну все. Деревья так деревья. Первый раз. Все бывает первый раз. Вот. Ты? Мне очень понравилось. Тут даже интереснее в лес приземлиться, чем туда. Поволновались и те, кто прыгал впервые. Из-за смены ветра прыжки пришлось нам пару часов перенести. Говорят, это не редкость. Все эти навыки маргеловцам скоро пригодятся. В день ВДВ в Заринске они примут участие в праздничных мероприятиях, посвященных десантным войскам. Ведь каждый из ребят мечтает служить Родине. Татьяна Голубева, Андрей Печоркин. День с толком. В Барнауле радиоведущие провели эфир у железной дороги. Впервые за всю историю наши коллеги, журналисты «Комсомольской правды» и «Барнаул» решили организовать выездную студию у железнодорожного переезда, чтобы привлечь внимание водителей и еще раз напомнить им о безопасности на ЖД-путях. Подробнее далее. Выездная радиостудия на железной дороге. Радиоведущие «Комсомольской правды» впервые говорят о безопасности на путях в таком формате. Место выбрано не случайно. Даже на таком переезде, который круглосуточно обслуживается дежурным работником, где установлены шлагбаумы, заградительные барьеры, все равно происходят аварии. И даже сейчас, когда на месте стоит экипаж ДПС, журналисты и сотрудники РЖД, водители не стесняются выезжать на красный. Посмотрите, сигнал светоопора работает, да? Машины едут, машины едут. Вот прямое нарушение. Даже если такая халатность и не приведет к аварии, то как минимум сделает кошелек легче. Например, на этом переезде установлена система видеофиксации. Предусмотрена ответственность за данное правонарушение в виде административного штрафа в размере 5000 рублей. За повторное административное правонарушение предусмотрена ответственность в виде лишения права управления транспортными средствами на срок до одного года. В день, наверное, раза четыре точно. Человека останавливаешь, то здесь нужно остановиться. И становишься непосредственно с автомобилистом и поезд встречаешь. Профилактические акции – лишь одна из мер, которые предпринимают в РЖД, чтобы снизить аварийность на железной дороге. Конкретно здесь недавно выровняли участок, чтобы улучшить видимость для машинистов. Всего в Алтайском крае 238 железнодорожных переездов. В зависимости от загруженности на переездах устанавливают светофорную сигнализацию, проблесковые маячки, извещатели повышенной громкости, системы видеофиксации и не только. Но даже все эти меры не помогут, если на переезд заезжает лихач. Даже вот это все, что стоит, не является преградой. Но, допустим, автомобили или трактора, которые идут, мы видим, это тяжелые виды техники, которые, в принципе, могут устройство заграждения плиты, специальные металлические или шлагбаумы, сломать и заехать на переезд. В прошлом году в регионе произошло 8 ДТП на железной дороге. Погибли 7 человек. В 2022 году, к счастью, на переездах края без летальных исходов. И пока всего одна авария. Ирина Корчагина, Алексей Присин. День с толком. На днях он спас тонущего ребенка, а сегодня уже виртуозно подает мяч. Осужденный Барнаульского исправительного центра Владимир Туник. Мы познакомились с ним во время волейбольного матча между командой осужденных и УФСИН. У кого мощнее подача, расскажет Валентина Аскерова. Что среди игроков заключенные, понятно лишь по рисункам на теле. Впервые на одной арене волейбольные команды УФСИН и осужденных сразу и не скажут, что силы неравны. Осужденные атакуют на ура. Среди игроков Владимир Туник. За хорошее поведение мужчин из Рубцовской колонии перевели в исправители центра приливу-1. Сейчас мужчина работает сварщиком, занимается спортом. А на днях, не раздумывая, бросился в воду за тонущим ребенком. Мы гуляли с девушкой в дидрарии, в парке, после чего вышли на пляж. Ну, посмотреть, там рядом пляж был, вышли посмотреть, там люди отдыхали. После чего мы услышали крики женщины о помощи. Я увидел, что ребенок начинает тонуть, ну и как бы побежал туда, спас ребенка. На моем месте, мне кажется, любой бы так сделал. Но, тем не менее, это же ребенок, ну как можно пройти мимо. В команде сотрудников 6 человек. Четверо из них входит в краевую сборную УФСИН по волейболу. Первую партию со счетом 25-14, естественно, выиграли более профессиональные игроки. Чего не хватает в команде соперников? Опыта. Физика здесь не главная. А за что похвалить можете соперников? За то, что активно борются за каждый мяч. В принципе-то ничего сложного. Просто играем, и все в свое удовольствие. Ну, а охота, конечно, победить тут, безусловно. Ну, как получится, так получится. Победа все же ушла команде сборной сотрудников учреждения. Но спецконтингент без награждений тоже не ушел. Топовым волейболистом турнира среди осужденных признали Виктора Шевелева. Валентина Аскерова, Александр Антропов. День с толком. На этом у меня все. Я напомню телефон нашей редакции 205-545. Но через несколько секунд о погоде – спонсор прогноза компании «Валар». До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова